Давайте мы все встанем. Мы сейчас будем подходить к чтению из недельной главы. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Аминь! Добро пожаловать на наш канал! 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 глава. It's very rich chapter. It's told about Sabbath here. How do you treat a Jewish slave? A little bit about idols. And then we have something about Sabbath. I'll read another five verses in addition to what we just heard. Leviticus chapter 25 from verse 19 to 21. 21. 22. 24. 24. 25. 26. Я пошлю благословение мое на вас в шестой год, и Он принесет произведение на три года. Во-первых, Бог заботится о земле. Это очень важно, чтобы земля отдыхала. Но Он намного больше заботится о нас. Он дает нам год, где люди не будут спахивать свою землю. Они должны принять это верой, что у них будет достаточно еды. Он хочет увидеть нас в уповании веры. Он хочет видеть, что мы верим на Его, и что мы верим на Его. Это немного похоже на ману, когда Бог давал ману. Он сказал, что не надо собирать шаббат, я вам дам день до двойную курцию. И Он сказал, что на седьмой день вы не нужны ману, я вам даю достаточно для двух дней. Но можно видеть в Библии, что неверующие люди пошли в субботу собирать. Но мы можем видеть в Библии, что не верующие люди пошли в субботу собирать. И Бог послал это восстановление, и люди сразу задают вопросы. И Бог gave His commandment, и люди задают вопросы. Что мы будем верить, как будем жить. Что мы будем ехать, как мы будем жить. Начинается паника. Одни негативные мысли от этого приводят. И они имеют негативные думания. Бог не желает смерти нашей плоти. Бог не хочет нашу flesh to die. Он дал это постановление. И Он дал это постановление, чтобы так же не было смерти нашего духа. Чтобы укрепление веры и надежды на Бога. Бог очень сильно хочет видеть своих детей, которые уповают на Него. И Он развивает это доверие. И Он развивает это доверие. Но как можно уповать на того, кого Он не очень хорошо знает? Как те люди, которые вышли в шаббат собирать эту мать? Они Бога не знали вообще. Они Ему не верили. Они не думали, что Он не даст, как Он сказал. И они не думали, что Он не даст, как Он сказал. И для этого нам всегда нужно стремиться познавать нашего Бога. Поэтому мы должны попытаться знакомиться и знать Бога, как мы можем. Кто считает себя верующим человеком? Кто считает, что я верующий? Я хочу вам рассказать про одних верующих из Якова 2 главы. Я хочу рассказать вам о двух верующих из Якова 2 глава 12 и 20 стих. Яков 2 глава 19 и 20. Ты верующий, что Бог един, хорошо делающий, и бесы веруют в эту вещь. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что верами сделают два? Мы не хотим быть верующими, как демоны. Они веруют, что Бог есть, и они очень боятся Его. Демоны веруют, и они знают, что Бог существует, и они очень боятся Его. Мы должны делать дела веры, чтобы не быть похожи на них. Но мы должны делать works of faith, чтобы не быть как демоны. Прошу деклареем 11 глава 1 и 6 стих. Я хочу читать вам из Евгений 11, 1 и 6. Вера же есть осуществление ожидаемого, и уверенность невидимого. А без веры указать Богу невозможно, либо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздают. Это факт иногда сложный, мы веруем в что-то, что мы не видим. Это корень веры. Когда люди верующие волнуются, когда верующие волнуются, это то же самое, что они верят. Бог сказал, бывайте на меня, я сделаю и буду с вами. Бог сказал, trust me, rely on me, and I will do this. Я же говорю, хорошо, буду бывать. So believer person can say, okay, I will rely on you. And then blood pressure is going up, and they start to worry. От этого волнения, которое они не совсем уверены, что так будет. And they worry, and they are not sure that God is, they can rely on God. Ищуа называет это маловерные. And Ищуа called this lack of faith. Это потому, что Он очень любит нас. Ищуа loves us. На самом деле маловерные, это неверующие. And lack of faith is the same like unbelief. Потому что написано, самая маленькая вера с горчичным зерном может в горы двигать. Because it's written, if you have just a little faith, you can move mountains. Если у тебя меньше этого, этого маленького. If you cannot move mountains. Ты неверующий. Then you have less than, less than minimum. Если ты волнуешься, ты не убываешь на Бога. If you worry, you don't rely on God. Тут нет что-то посерединке. There is no middle, there is black or white. Я верую, но чуть-чуть волнуюсь. If you can say, I believe, but I worry. Ты неверующий, не обманывай тебя. And you deceive yourself. Psalm 45, verse 11. In Psalms, I'm not sure, it's 45. It's written, stop and know that I am God. I will be exalted in the nations. I will be exalted over the earth. God of powers, protector of Jacob. Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш Бог Якова. Это очень сильная стихия. Написано, остановитесь и познайте. These are very powerful verses. It's written, stop and know and see. На еврейском языке написано, гарбу веду. That's how it sounds in Hebrew. Это немножко по-другому, потому что лярбот, это когда вы что-то сильно держите. Hebrew meaning is something that you hold very strong. And then you release it. Шнат шмита, как на еврейском языке. Субботний год. And year of Sabbath in Hebrew. Шмита это как лошмот. То же самое, кинуть, оставить. Бог очень хочет видеть, чтобы мы в этой повседневной жизни, в этой работе и всей этой суете, Бог хочет увидеть нас в нашей дневной жизни, чтобы мы остановились, оставили нашу хватку, в которой мы думаем, что мы имеем в этой жизни. И познать Бога. And stop and know God. Слово Духум на еврейском. Это самый высший интимный уровень знания человека. It is the most intimate way of knowing a person by another person. И на вертельной признан, оставьте и познайте Бога. And in Hebrew it is written, release and know who is God. И для, в те времена, для фермеров, верующих фермеров. And in that times for believers, farmers, Шнат шмита, это субботний год, this Sabbath year, было огромное благословение. It was just a great blessing. Они не должны были так сильно уже пахать. Они могли дать намного больше времени в целый год, чтобы познать своего Бога. And they could spend this time knowing their God. И кто действительно верил в Бога, они понимали, что это подарок от Бога, этот отдых и более время дать Духу. They realized that this year of rest, it is a real gift from God, when we can spend our time with Him. Лука 12, 24-32. In Luke chapter 12, from the verses 24-32. Написано, посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут, нет у них хранилищ, не житниц. И Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которое сегодня есть, а завтра будет брошено в печь, вот так одевает, то коль мы почи вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть, или что пить. И не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, это все приложится вам. Не бойтесь малой стадо, ибо Отец ваш благоволит дать вам Царство. Бог тут наставляет, как Отец. И Он говорит, что вы своими силами ничего не можете сделать. И Он, как Отец, хочет, чтобы вы все бросили на Него. И намного больше усилий делали на кормлении вашего духа. И это шнад шмита, это очень большая проверка веры. Все времена были. И в тех временах, 7-е годы, это был настоящий проверка нашей веры. И я почитаю последние два стиха с недельной главы. И я хочу читать два последних стиха из недельного главы. Два шестая глава, первый и второй стих. Либирикас, chapter 26, первый и второй главы. Не делайте себе кумиров из вояний, из столбов не ставьте у себя, и камни с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться пред ними. Ибо Я, Господь, Бог ваш, субботно Мои соблюдайте, святилище Мое, и чтите Я, Господь. О шаббатном дне очень много говорится, проповедуется. Мы говорим много о саббатном дне. Бог подарил нам день для этого отдыха. Бог подарил нам этот особенный день для нас отдыхать. И это подарок, если люди говорят, шаббат, это закон, закон нехорошо, я буду так обходить это. Некоторые люди говорят, саббатом это право, и право нехорошо, поэтому я не буду делать ничего с этим. Когда мы прочитаем Питер 2 глава, намного до закона. 2 глава, стих 2 и 3. И совершил Бог седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день и святил Его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Бог благословил этот день намного, намного до законы, до людей. Если этот день очень особенный в глазах нашего Бога, он должен быть очень особенный для нас. Просто дальше в описании Бог пишет и говорит, как бы Он хотел видеть в нашей жизни этот день. И в этот день нам нужно научиться отдыхать в Боге. И в этот день мы должны научиться как отдыхать в Бога. И углубляться в Него. Как сказано, остановиться и познать. Левитам 26.1 говорится о каком-то идоле камни с изображением почти у каждого дома есть такой идол. Камень, а в нем изображение. Хорошо будет, если в этот особенный день этот камень выключить. Это не из-за стены. В наших дней это сделано из другого материала. Поэтому, это хорошо чтобы принимать ремонтный контроль и плачать боттон и распространять этот идол. И в этот день мы должны дать специальную attention to our hungry spirit. Потому что в неделе наша плодь кушает достаточно. Потому что в неделе наша плодь достаточно. И к нашему Богу относиться намного больше как к близкому другу, которого мы очень хорошо знаем, его характер. Бог хочет accept him as our close friend that we know his personality and we know his character. А не как соседу, чтобы выходишь на работу и говоришь «Хай» и пошел. И вечером ты говоришь «Мой еще раз хай». Я закончу 91 Псалом 1-6 I want to finish with Psalm 91 1-6 Verses 1-6 Псалом песня день субботний Благо я славить Господа и петь имя Твоему Всевышнему Возвращай Твою милость истин Твою в ночи На десятиструнном и псалтире с песню на гуслях Ибо Ты возвесилил меня Господи творением Твоим Я восхищаю телами рук Твоих Как велики тела Твои Господи Дивно глубокие помышления Твои Это песня для субботний Спасибо Женя Это было хорошее слово У кого-то остался невыключенный камень с изображением внутри дома Вы еще имеете свой столь с с имиджами Сейчас носим с собой Выключите его И я рад был услышать это слово Верить этого мало Принадлежи возлюбленному своему Это как жениться Можно с женой встречаться два раза в день И хай бай Как соседу Женя сказал Но когда ты по-настоящему любишь друг друга Это по-другому Это по-другому И этот образ очень хорошо перенести на Бога Я принадлежу возлюбленному моему А возлюбленный мой мне Но мы настолько стали материальными что я хочу помолиться чтобы то о чем Женя говорил стало откровением для нас Небесный Отец Я прошу тебя Святым Духом запечатли в нас откровение И помоги нам чувствовать переживать тебя И помоги принадлежать тебе По тому самому примеру который нам показал Иешуа Когда сказал Я и Отец одно Я прошу тебя дай нам переживать это Амин Давайте мы сейчас встанем мы уберем свитки Если вы хотите please stand up мы будем принимать Торас call Моисея Моисея Амин Амин Сейчас пою сейчас Сейчас вы увидите Моисея 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Для наших друзей, которые плохо читают на иврите или на русском Включите еще раз на минутку это Я хочу, чтобы вы знали, что мы пропели сейчас И слова говорят так То, что дал нам Бог, Его Слово Это дерево жизни для нас И всякий, кто питается от этого древа Получает жизнь с избытком И там есть такие слова Обнови наши дни, как прежние Это цитаты из Библии Пусть Бог всех благословит Можно сесть